Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 37 по 44. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время Оно, приближающейся Иисусове, уже обея к нисхождению горе Елеонстей, на чаша всемножество, ученик радующийся, хвалите Бога глазом, велием о всех силах, я же видиша. Глаголюще, благословен гряды и царь во имя Господне, мир на небеси и слава вышних. И нецы и фарисеи от народа реша к нему, учителю запрети учеником твоим, и отвечав рече им, Глаголю вам, яко ащи си умолчат, камень его запиет, и яко приближися, видев град, плакося о нем глаголя, яко ащи бы разумел и ты в день сей твой, ежек смирению твоему, ныне же скрыся от очи твоей. Глаголю вам, яко придут дни на тебя, и облажат врази твои острока тебе, и обыдут тебя, и обымут тебя от всюду, и разбьют тебя, и чада твоя в тебе, и не оставят камень на камень и в тебе, понеже не разумелось и времени посещения твоего. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. А когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Когда Спаситель с учениками, окруженный множеством народа, сопровождавшего его от Вифании и встречавшегося по пути, приблизился к спуску с Елеонской горы, Бог вложил в сердца всего народа желание радостно словословить Бога за все чудеса, какие они видели. Елеонская или Масличная гора называлась так по множеству росших на ней оливковых деревьев. Она находится к востоку от Иерусалима и отделяется от него потоком кедроном, который почти совершенно высыхал летом. С Елеонской горы открывался прекрасный вид на все части Иерусалима. Великолепный вид Иерусалима, открывавшийся с горы во всей своей красе, вызвал восторг всех людей, сопровождавших Христа, которого стали ассоциировать с царем, вступающим в свою столицу. Поэтому понятен внезапный взрыв восторженных возгласов народа. Благословен царь грядущий во имя Господне. Мессия, престол которого должен был пребывать вечно, и власть должна была распространиться на все народы, должен был восстановить царство Давида. И именно в этих словах сыны Израилевы и прославляют Христа грядущего восстановить это царство. Слышав все это, некоторые фарисеи, выйдя из толпы народа, в которой они находились, обратились ко Христу с предложением запретить своим ученикам так кричать. Господь отвечал на это, что хвалы, обращенные к Богу, нельзя остановить. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Словословие Христу устрояется в сердцах и устах народа самим Богом. И если бы люди воспротивились этому Божьему повелению, тогда бездушные камни заменили бы людей в прославлении Господа. Архиепископ Оверки Таушев отмечает, В этих словах церковь видит также иносказательные указания на язычников, имевших прежде как бы каменные сердца, но потом заменивших собой Израиля, отвергшего Христа. Спаситель продолжал свой путь среди неумолкавшей толпы, но злобное замечание фарисеев навело его на грустные мысли. Он знал, что этот священный город, в который он вступает, будет скоро разрушен, так что и камня на камне не останется в нем. «Сказав о неверии народа Израиля и о том, что они не желали узнать благоприятного времени, когда Бог явил им особую милость, призывая ко спасению, через посланного к ним Мессию, Господь указывает на кару, несомненно ожидающую этот народ. «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Александр Павлович Лопухин отмечает, что это исполнилось во время осады Иерусалима римлянами, когда Тит, для того, чтобы не допускать подвоза в Иерусалим съестных припасов, обложил его валом или палисадом, который был сожжен осажденными и потом заменен уже стеною. И действительно, 36 лет спустя исполнилось сказанное Господом о судьбе Иерусалима и еврейского народа. Трагедия иудеев заключалась в том, что этого можно было избежать, если бы они оставили свои несбыточные мечты о политическом господстве и пошли бы за Христом. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь научает нас мудрости выбора. Каждый народ, как и каждый человек, свободен выбрать свой путь, следовать ли за Христом или идти другим путем в соответствии со своими желаниями и привычками. Подражая Господу верою, смирением, любовью, кротостью, терпением и другими добродетелями, постараемся внимательно слушать Слово Христово и преданно исполнять волю Божию, помня, что только идущий за Христом достигнет Царствия Небесного. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господь!